Где добро, там свет. А как иначе? Жизнь без милосердия пуста. Что такое доброта, как проявляется сострадание и что значит милосердие? О простых и вечных понятиях шла речь на открытом уроке. Третьеклассники активно включились в работу и поднимали руки, чтобы высказать мнение и привести пример теплых слов и поступков. Я люблю помочь отцу. Наталья Ломова не в первый раз проводит такие литературные встречи в начальных классах. Ее творческие проекты направлены не только на пробуждение у детей интереса к чтению, но и на воспитание в них высоких моральных качеств. Темы бывают разные. В том году у нас была игра, посвященная Дню поэзии. В этом году для разговора мы выбрали вот такую вот серьезную тему. О добре, об уважении к старшим, об отношении молодежи к пожилым людям. Наталья Ломова давно доказала, что работа библиотекаря не ограничивается в выдаче книг. Женщина старается привить детям любовь к чтению через различные творческие занятия. И это всегда глубокая работа с произведением на различных уровнях – от языкового анализа до смыслового восприятия. Коллеги всегда стараются посетить ее открытые занятия в формате литературно-творческих проектов. Они у нее никогда не бывают скучными и какими-то просто для галки. Они всегда эмоционально и вызывают отклик у любого зрителя, у любого читателя. Кто-то из коллег стал уже постоянным участником открытых уроков. Некоторые пришли впервые и взяли на заметку необычный формат литературных занятий с детьми. Так как я библиотекарь-коррекционной школы, мне бы хотелось посмотреть, как в общеобразовательной школе проводятся такие мероприятия, взять какие-то элементы для себя и провести похожие мероприятия со своими ребятами. Тему открытого занятия «Не опоздайте с добротой» рассматривали на примере рассказа Валентины Осеевой «Бабка». Это позволило каждому ребенку как через призму взглянуть на свое отношение к бабушкам и дедушкам и задуматься о доброте, сострадании и милосердии.